Карл Кункурмент и Арибтистер. Разрешите представиться. Я Мартель Людмила Александровна, директор Централизованной Библиотечной Системы города Сарани. Сегодня мы поговорим на тему «Светскость. Основа государственно-конфессиональных отношений в Республике Казахстан». В современном мире отношения государства и религии на основе разделения сфер ответственности не является уникальным. Основой государственного устройства практически большинства государств мира является принцип «светскости». Термин «светскость» – это новое понятие в общественно-политической и государственной жизни современного Казахстана. В современном осмыслении понятие «светскость» означает нейтралитет государства по отношению к любой религии, его независимость от любой религии, как и независимость религии от государства, свобода совести и вероисповедания, свобода изучать и критиковать религию, отсутствие какой бы то ни было официальной религии и, как следствие, право каждого индивидуума использовать любую религию по своему выбору или не исповедовать никакую. Свободный от любой религии характер государственности школы. «Светскость» – это не антирелигиозность. «Светскость» не позволяет религии подчинить себе государство, и в то же время она не позволяет государству подчинить себе религию. «Светскость» – это не атеизм, а свобода вероисповеданий. 21 век – это время развитых новых технологий, всемирного проникновения рыночной экономики, роста коммуникаций, IT-технологий. Но это не способствовало тому, что религия могла уйти в прошлое. Духовность, религия демонстрирует свою востребованность даже тогда, когда в мире начинает доминировать рациональный тип мышления. Это является вполне логичным и способствует человеческой природе, которая реализуется не только и не столько на основе рационального сознания. Современный мир, несмотря на свои колоссальные достижения во всех сферах человеческой деятельности, прежде всего в сфере науки и научно-технического прогресса, не смогла бы теснить религию, но вместе с тем, в свою очередь, вызвала глубокие перемены в самой религии и религиозном сознании современного человечества в понимании Бога, мира и самого человека. Религия в качестве нравственной духовной силы получила возможность вступить в диалог с современным миром, судьбы которого оказались зависимыми от его нравственной состоятельности перед лицом реальных проблем существования и развития современной человеческой цивилизации. Стремительный процесс модернизации казахстанского общества на рубеже XX-XXI веков привел к своеобразному религиозному ренессансу. Вместе с тем, этот процесс духовного возрождения выявил определенные проблемы, с которыми прежний Казахстан не сталкивался. В стране сформировано поликонфессиональное пространство, в состав которого вошли все религиозные объединения, традиционные для Казахстана вероучения, ислам, христианство и новые организации нетрадиционных, ранее не представленных в Казахстане религиозных движений. Появились также псевдорелигиозные образования, способствующие проникновению в Казахстан религиозного экстремизма в деструктивной и тоталитарной направленности. Специфика поликонфессиональности в жизни казахстанского социума заключается в том, что она возникла не как результат длительного исторического процесса, а как реакция общественного сознания на новые социально-политические условия, создавшиеся в нашей стране за последние десятилетия, когда на смену административным и даже уголовным преследованиям верующих и представителей духовенства пришло реальное соблюдение общечеловеческих принципов свободы совести. При этом компоненты этого поликонфессионального пространства неравнозначны не только по количественным показателям, но и по степени их влияния на сферу идеологии общества. Последовательная реализация принципов свободы совести и вероисповедания для нашей страны приобретает особую актуальность и смысловую нагрузку. Данные ценности не только гарантируют гражданам право быть верующими, но и обеспечивают межконфессиональный мир и согласие в казахстанском обществе. Законодательство Республики Казахстан отражает протекающие в духовной сфере общества процессы, стремится отвечать на вызовы и угрозы. Оно направлено на создание благоприятного правового режима для удовлетворения религиозных потребностей верующих и деятельности религиозных объединений. И в то же время ограничивает влияние и в обществе деструктивных религиозных объединений. Наша страна, обладая уникальными историко-культурными условиями самобытного общественного развития и спецификой религиозной сферы, реализует собственную модель государственно-конституциональных отношений, которая является признанной мировым сообществом. Светский характер нашего государства является основополагающей характеристикой межконституциональных отношений. Основой казахстанской модели светскости является свобода совести, равенство религиозных верований, нейтральность политической власти по отношению к религиозным конфессиям, уважительное отношение к личным убеждениям каждого, независимо от языка и отношения к религии. Одним из ключевых составляющих дальнейшего демократического и правового развития нашей страны является обеспечение реализации прав человека на свободу вероисповедания. Свобода вероисповедания – необходимое и неотъемлемое условие развития демократического общества. Один из основных элементов системы прав и свобод человека. Подтверждением вышеуказанным является тот факт, что в Казахстане в настоящее время в мире и согласии проживают представители более 130 этнических и 18 конфессиональных групп. Казахстанский опыт в сфере межконфессионального согласия во многом уникален. В республике представлен широкий спектр религиозных объединений, от традиционных религиозных объединений до новых, ранее не представленных в стране вероучений. Несмотря на многообразие различных взглядов, традиций и культур, Казахстан остается государством, где нет конфликтов на религиозной почве. Светское устройство государства – важное историческое достижение народа Казахстана. Государство не допускает политизации религии, но одновременно не ставит препятствий развитию религиозных объединений и конфессий, не мешает верующим удовлетворять религиозные потребности. Органы власти не вмешиваются во внутренние вопросы конфессий и религиозных объединений. При этом государство следит за соблюдением законов всеми религиозными объединениями. Как видно из описания казахстанской модели межконфессионального согласия, система межконфессиональных отношений в Казахстане в целом стабильна. На основе четкого разделения функций система взаимоотношений между государством и религиозными объединениями в Республике Казахстан приобрела характер сотрудничества. Эта система взаимоотношений подразделяет религиозным объединениям принимать участие в различных сферах жизни общества, тем самым открывать предпосылки для гармоничного сочетания светских и религиозных правовых принципов. Важно поддерживать межконфессиональное согласие и стабильность в обществе, которое требует неустанных усилий не только со стороны государства, но и гражданского общества, также самих религиозных объединений. Между государством и религиями установлены особые отношения, при которых ни одна религия не может быть признана государственной или обязательной. А государственная политика строится не на установках какого-либо вероучения, а исходя из конкретных интересов обеспечения жизнедеятельности и безопасности граждан, общества и государства в целом. Для обеспечения соблюдения прав граждан на свободу совести и вероисповедания действует уполномоченный государственный орган Агентства Республики Казахстан по делам религий, которое в сотрудничестве с религиозными объединениями создает условия для формирования и приемлемых государственно-конфессиональных отношений и обеспечивает защиту прав граждан. Руководствуясь принципом светскости, Агентство регулирует взаимоотношения государства и религиозных объединений и отдельных граждан, не вмешиваясь вопросы веры. Роль религии предопределила ее место в системе общественно-государственных отношений. Светское нерелигиозное государственное устройство отвечает интересам всех членов общества, которые формируют это государство и его развитие. Главной характеристикой государственно-конфессиональных отношений является отсутствие в Казахстане какой-либо официальной или обязательной религии. По сути, это означает, что наша страна признает и обеспечивает свободу совести и вероисповедания. Такой подход к организации взаимоотношений государства и религии наиболее полно отвечает цели гармоничного развития современного многонационального и поликонфессионального Казахстана, создающего условия для культурного и мировоззренческого многообразия в стране. Казахстан как государство функционирует на основе всенародно принятой конституции и законов страны. Светскость – это один из основополагающих принципов построения и функционирования современного правового государства в Казахстане, в котором все государственно-конфессиональные отношения строятся на букве светского закона. Конституция страны гарантирует каждому человеку свободу совести и вероисповедания, а также запрещает любые формы дискриминации по конфессиональным признакам. Государство способствует установлению отношений взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими религию и не исповедующими ее, а также между различными религиозными объединениями. Государство считает верующих своими полноправными гражданами, а религиозные объединения и верующих важными участниками социально полезной деятельности, благотворительной, культурно-просветительской, гуманитарной и сотрудничает с ними. Государство стремится привлекать религиозные объединения к решению социальных проблем – алкоголизма, наркомании, профилактики преступности, формирование здорового образа жизни, укрепление семьи, создание высокого духовного и нравственного климата и условий для социальной стабильности в обществе. Государство взаимодействует с религиозными объединениями страны по вопросам сохранения согласия, взаимопонимания, толерантности и взаимоуважения в обществе. Государственные органы выстраивают конструктивные отношения со всеми конфессиями, поддерживающими государство в строительстве гармоничного, толерантного, ориентированного на прогресс казахстанского общества. Будущее Казахстана за светским государством, когда духовные и религиозные ценности способствуют, а не сдерживают развитие всех сфер государства и процветания страны в целом. Это светскость, которая предполагает стремление к прогрессу, получению образования и самореализации, соблюдению прав человека и демократическому будущему страны. Назар Варнес-Хар Ахмед